Продолжаем прогулку по Риму, а я напоминаю, что подробная карта нашего маршрута находится в описании под этим видео. Мы на холме целей, назван он в честь героя Целеса, который пришел на помощь Ромулу после похищения Собинянок. А поднимаемся мы к базилике четырех увенчанных святых. Носит она имя четырех мучеников, пострадавших за Христа. Легенда рассказывает, что все они были скульпторами и отказались извоять статую идола, за что и были умерщвлены при императоре Диоклетиане. Пятеро солдат, которые должны были исполнить приказания и убить их, были тронуты их стойкостью в вере, их силой мужества и сами поверили в Христа, за что их также убили. Таким образом, несмотря на название, в церкви погребены девять мучеников. А мы не спеша выходим к амфитеатру Флавия или Колизею. Его название берет начало от слов «огромный и величественный». Это самый большой амфитеатр античного мира. Построили его на месте, где находился пруд во дворце Нерона. Колизей был местом развлечений для римлян. Здесь они проводили треть жизни, здесь их бесплатно кормили и поили, реконструировали битвы и проводили соревнования гладиаторов. По самым скромным оценкам, за все свое существование на арене Колизея погибло около 400 тысяч людей и более 1 миллиона животных. Колизей был разрушен в средние века от землетрясения и его разобрали на камни для строительства римских зданий. Из камней Колизея частично построен даже собор Святого Петра в Ватикане. Возле Колизея находится триумфальная арка императора Константина. Осмотрите ее и поднимитесь на палатину. Название холма происходит от имени древней богини Палис. На палатине волчица выкормила Ромула и Рема, между прочим сыновей Марса, после того, как их новорожденных в корзине выбросили в Тибр. Здесь же братья и поссорились. Ромул выбрал для нового города палатин, а Рем – Авентин. И когда Ромул начал копать фундамент для стены, Рем стал насмехаться над братом и перепрыгнул через вырытую Ромулом канаву со словами «Эти стены преодолеет даже младенец». Тогда Ромул убил Рема и сказал «так будет с каждым, кто посигнет на стены Рима». После этого народ выбрал Ромула царем, тот поделил граждан на отцов и толпу, то есть на патрициев и плебеев, создал сенат, магистрат и сформировал первые легионы. Ромул исчез во время затмения 7 июля 716 года до нашей эры, а народу объявили, что он вознесся на небо и стал богом Кверином. На палатине много всего интересного – Дворец Августа, Термы Септимия Севера, Хижина Ромула и вообще отличные виды на Рим. Спустимся с палатина и осмотрим развалины некогда огромного роскошного золотого Дворца Нерона. На самом деле от него вообще ничего не осталось, кроме подземелий, поверх которых построили термы Трояна. Но посетить это место все-таки нужно. Вернемся к Колизею и единственный раз за всю прогулку проедем на метро до станции Фламинио. Вход в метро расположен прямо напротив Колизея. В 30 метрах от выхода со станции Фламинио расположен вход на площадь Пополо. Она большая и красивая, ее название переводится как «Народная». На площади был похоронен император Нерон, против которого восстал Рим, из-за его экономической политики и огромных трат на собственные развлечения. Перед смертью тот бегал по пустому дворцу и кричал, что у него нет ни друзей, ни врагов. А потом перерезал себе горло со словами «Какой артист погибает?». В центре площади стоит египетский обелиск, привезенный из самого Гелиополиса. Также здесь находятся несколько очень красивых фонтанов. Впереди между двумя одинаковыми храмами проходит знаменитая римская дорога Виа Корсо, ведущая к Капитолийскому холму. Ну а нам нужно будет подняться вверх по лестнице и идти вдоль красивого парка Вилла Баргези до испанской лестницы. Вилла Баргези – это огромный ландшафтный парк, построенный в английском стиле, в котором находится очень много красивых зданий и достопримечательностей. В парке есть картинная галерея Баргези, которая обязательна к посещению. Здесь вы можете увидеть шедевр Антонио Кановы «Венера-победительница». Семья Баргези проследила свою родословную до богини Венеры, а позировала скульптору любимая сестра Наполеона Полина Бонапарт Баргези. Она была женой принца Камила Баргези. Вот такой красивый вид открывается с самого верха испанской лестницы, но чтобы увидеть ее во всей красе, нужно спуститься вниз. Эта знаменитая испанская лестница – символ дружбы между Францией и Испанией. Церковь наверху на холме Пинчо, Тринитада и Монти, Троицы на горе, построена по приказу короля Франции Карла VIII после его вторжения в Рим. А внизу у подножия было испанское посольство. В честь него называется это площадь Испании. Лестницу построили как символ дружбы между двумя государствами. Здесь внизу, на Испанской площади, стоит знаменитый фонтан Баркача, в переводе «баркас». Этот баркас выбросили на это место воды Тибра во время наводнения в XVI веке. А римляне в честь этого наводнения построили красивый фонтан. Далее по улице Систина, то есть Сикстинская, в честь папы римского Сикста, идем на площадь Барберини. Ее назвали в честь дворца Барберини, построенного неподалеку. А вообще эта улица ведет к церкви Санта-Мария Маджоры. На площади Барберини стоят два замечательных творения Джованни Бернини – фонтаны Тритона и пчел. Тритон сидит на раковине, которую держат дельфины, а пчелы – это символ папы римского. А наш путь лежит к самому известному фонтану в Риме – фонтану Треви. Если вы были в Риме и не видели Треви, значит вы не видели сам Рим, говорят местные. Фонтан называется Треви, так как он находится на стыке трех улиц. По проекту Бернини построил его архитектор Никола Сальви. Фонтан примыкает к фасаду дворца Поли, образуя с ним единое гармоничное целое. Центральная фигура всей композиции фонтана – Титан Океан. Он едет в раковине-колеснице, заряженной гиппокампами, которыми управляют Тритоны. Одна лошадь спокойна, а другая вздыблена и непокорна, что символизирует различные состояния моря. Борельеф и рассказывает чудесную историю обретения воды Девы – древнеримского акведука, питающего фонтан Треви. Во времена правления Октавиана Августа Рим задыхался от жажды. 30 лучших легионеров отправились в окрестности Рима на поиски чистой питьевой воды. Но, несмотря на все усилия, источник живительной влаги долго не удавалось найти. По преданию, легионерам явилась прекрасная молодая девушка, которая указала им путь к источнику. В честь таинственной спасительницы был назван акведук. Далеко не все знают, что сбоку от фонтана Треви, по правую руку, находится бассейн. С разных сторон его наполняют две перекрещивающиеся струйки воды. Легенда гласит, что римские девушки наполняли стаканы водой из этого фонтана и давали выпить ее своим парням в ночь перед длительным отъездом. После этого бокалы разбивались. Считалось, что такой ритуал укреплял любовь, и долгая разлука уже не была страшной влюбленной. А мы идем дальше, на площадь колонны. Она расположена на улице Корса, которая, как мы помним, ведет от площади Попола к Витариану. Колонна посвящена Марку Аврелию, а прототипом ее служит колонна Трояна. Скульптура Марка Аврелия была утеряна, и теперь ее украшает апостол Павел. Далее нам нужно пройти 400 метров по указателям, чтобы попасть в самый древний и загадочный храм Рима Пантеон, или храм всех богов. Его построили 2000 лет назад, и за это время он ни разу не реконструировался. И это при том, что срок жизни бетона всего 600 лет. Но здесь речь идет о римском бетоне, смеси извести с галькой и песком. Пантеон стоит в самой низкой точке Рима, которая периодически подтопляется, но даже это не уменьшило прочности конструкции сооружения. В Пантеон вход бесплатный, здесь похоронены многие великие люди, включая первого короля Объединенной Италии Виктора Эммануэля II и живописца Рафаэля Санти. Купол храма олицетворяет небесный свод, освещаемый главным небесным светилом – солнцем. Совсем недалеко от Пантеона расположена площадь Навоно. Названа она в честь соревнований, которые проходили на стадионе, располагавшемся здесь до площади. На площади радует глаз сразу три великолепных фонтана – Мавра, четырех рек работы Бернини и Нептуна. А также несколько палацций и церковь Святой Агнессы. Лучше всего наслаждаться видами пьяца Навона со стаканчиком кофе в руке. Пройдем под обережной Тибра к алтарю мира. Это уникальное в своем роде строение, созданное в 13-м году до нашей эры на Марсовом поле. Изначальное его предназначение – мемориальный алтарь в честь побед императора Августа. Переходим по мосту Тибр, идем прямо и любуемся Дворцом Правосудия. Это самый величественный дворец, построенный после того, как Рим стал столицей Объединенной Италией. А совсем недалеко от него расположен замок Святого Ангела или Мавзолей Адриана. Сначала его использовали как усыпальницу для императоров, последним из которых здесь похоронен уже известный нам Каракалла. Затем сделали крепостью, а затем, когда район включили в Авреляновые стены, замком Папы Римского. Если не знаете, в чем отличие, то крепость – это общественное защитное сооружение. В ней могли укрываться все жители города, а замок принадлежал только феодалу. Свое название «Замок Святого Ангела» получил после того, как во время эпидемии чумы Папа Григорий Великий увидел архангела Михаила, который вложил меч в ножны, что означало конец бедствия. Вход в замок платный – 12 евро. С его вершины открываются великолепные виды на Рим. Здесь есть самый посещаемый военно-исторический музей Италии. И здесь можно отлично пообедать с шикарным видом на Ватикан. От замка Святого Ангела широкая прямая дорога к кончале Ационе или Примирение ведет прямо в Ватикан, а точнее на площадь Святого Петра. Эта улица построена как символ единения Италии и Папского престола. Ватикан происходит от слов, предсказания, пророчества. Раньше на этом холме жили предсказатели, а сейчас это самое маленькое государство, и оно является вспомогательной территорией Святого или Папского престола, и как государство фигурирует только с 1929 года. Обязательно посетите Собор Святого Петра, вход бесплатный, и по желанию Музея Ватикана. Далее с площади Святого Петра идем прямо на вершину холма Джаникулу. Холм назван в честь двуликого Януса, в честь него назван первый месяц в году январь. Здесь селилась элита Рима, и здесь отличные смотровые площадки, одна возле памятника Джузеппе Гарибальди, а другая чуть ниже у фонтана Аквапаола, названного в честь Папы Римского Павла Пятого, который восстановил древний Акведук и обеспечил водой жителей правого берега Тибра. Мы находимся в Трастевере. Тибр по-итальянски звучит как Тевери, а Трастевери это за Тиберией. Здесь много ресторанов, гостиниц, магазинов, церковь, Санта-Мария и Трастевери. И вообще очень красиво. Вот, собственно говоря, и вся экскурсия. Выходим к уже знакомому нам острову Тиберина, и дальше вы можете уже идти к метро, правда это далековато, либо к автобусной остановке. Надеюсь, это видео поможет вам сориентироваться в Риме, и не теряя времени получить об этом городе самые яркие впечатления. Спасибо вам за внимание и счастливой поездки в вечный город Рим.